Бараний жир еще называют овечьим или курдюком. Он обладает очень богатым спектром целебных свойств, о которых не так широко известно. Мы решили исправить это недоразумение и рассказать вам о них, а также обязательно сравним бараний жир с привычным нам свиным. По сути, курдючный жир – это своего рода аналог более привычного нам всем свиного жира. И если изучить народные рецепты, как кулинарные, так и целебные, на основе свиного и бараньего жиров, то они применяются в аналогичных ситуациях. К примеру, такие народы, как мусульманские, исторически не употребляют продукты из свинины, и для них одним из важных источников животного жира является именно курдюк. Но забежим вперед и скажем, что существенные отличия все же есть, и они не в пользу свиного жира. А вот почему – смотрите дальше. У жителей Востока есть поговорка, которая гласит, что из вашего организма уйдет столько болезней, сколько кусков курдюка вы съели. Чем отличается курдючный жир от свиного и что лучше? Если говорить о калорийности, количестве холестерина, составу незаменимых жирных кислот и энергетической ценности, то по этим характеристикам два вида жира почти не отличаются. А вот следующие моменты серьезно отличают курдючный жир от свиного. Бараний жир интересен богатым витаминным составом – БАЕДК. Насыщен такими микроэлементами, как магний, медь, цинк, натрий, фосфор, калий. Самое важное – натуральным продуктом сегодня мы можем назвать именно курдючный жир. Объясняется это очень просто. Овцы, как правило, питаются исключительно на выгуле, то есть натуральной травой на пастбище. А вот в кормах для свиней очень часто присутствуют различные искусственные добавки и антибиотики, которые широко используются для более скорого набора веса животных и увеличения жировой массы. Это, в конечном счете, естественно сказывается и на качестве жира. Все эти дополнительные пищевые компоненты при употреблении человеком продуктов из свинины попадают естественно и в его организм. Искусственные добавки могут стать причиной аллергии, нарушить работу желудочно-кишечного тракта и даже вызвать онкологию или сердечно-сосудистые заболевания. Также интересно, что бараний жир, благодаря своему натуральному происхождению и обогащенному составу, гораздо шире применяется в косметологии. Его успешно используют в производстве кремов для лица, различных масок и бальзамов для волос. Именно бараний жир является диетическим продуктом. Его добавляют в блюда для восстановления сил людям, перенесшим тяжелые операции при истощениях. В Монголии давайте ребенку сосать кусок курдюка является традицией. Считается, что в составе этого жира есть все необходимые для роста и развития ребенка микроэлементы. Полезные свойства бараньего жира Бараний жир с давних времен широко используется в народной медицине при избавлении от различных недугов. Применение его сегодня также весьма актуально, и это может быть дополнительной профилактикой при тех или иных заболеваниях. Итак, курдючный жир полезен, как противовоспалительное при простудных заболеваниях, профилактика глазных болезней, профилактика бесплодия, импотенции и гормональных сбоев, для замедления процессов старения, для повышения мозговой активности, для улучшения тока крови, как природный антиоксидант для повышения иммунитета, а также для нормализации сахара в крови. Американские радиобиологи в эксперименте на лабораторных мышах пришли к выводу, что незаменимая олеиновая кислота, входящая в состав бараньего жира, является основным защитником организма от последствий радиационного излучения. Происходит это за счет инактивации кислотой белка под названием цитохром-С, который попадает в клетку под действием радиации и запускает процесс ее самоуничтожения. Данное свойство этой кислоты позволяет применять ее у больных, которым проводится радиотерапия. Таким образом, осуществляется профилактика повреждающего действия радиотерапии на здоровые клетки организма. Противопоказания. При патологиях печени и желчного пузыря употребление курдюка повышает нагрузки на эти органы, а при ожирении возрастает риск еще большего отложения жировой массы. На основе бараньего жира изготавливают препараты, которые показаны пациентам с ожирением, атеросклерозом и патологиями печени. При комбинации строгой диеты и приема такого препарата врачам удается достигнуть значительных успехов в стабилизации жирового обмена в организме человека. Сорта бараньего жира. В зависимости от того, из какой части туши животного получают жир и от его питательных свойств, этот продукт делится на несколько сортов. Высший сорт или так называемое курдючное сало, которое получают из жировых отложений в районе хвоста, собственно и называемого курдюком. Первый сорт, которым покрыты внутренности барана. Второй сорт, получаемый путем топления межмышечного и подкожного жира животного. В Ингушетии наличие курдюка в доме считалось признаком изобилия. Жир, потребляемый в пищу, солили, а тот, что предназначен для целебных целей, солить было нельзя, его вытапливали. Путники брали его с собой в дорогу, а для стариков и детей, у которых не было зубов для пережевывания твердой пищи, курдюк был главным лакомством. Рецепты из бараньего жира. При кашле. Чтобы быстро избавиться от кашля или боли в горле, нужно растопить чайную ложку бараньего жира в стакане теплого молока и выпить его, пока оно не остыло. Если вы не любитель молока, то можете растворить ложку жира в любом травяном чае, а в принципе подойдет любой теплый напиток, который вам нравится. Можно смешать по одной чайной ложке жира и меда и съесть полученную массу. Это средство также очень эффективно против кашля. Следует обратить внимание на то, что данные средства нельзя применять при высокой температуре тела, так как это может наоборот только усугубить картину. При болезнях суставов. Для суставов бараньий жир используется в качестве компресса или мази. Можно приложить толстый слой жира к области больного сустава и перевязать это место теплым шарфом. Вот только держать такой компресс желательно на протяжении недели, ежедневно меняя. Многие просто втирают теплый жир на ночь и перевязывают больное место теплым платком. При пяточной шпоре тоже применяют компресс. Для его приготовления смешивают одно сырое яйцо со 100 граммами бараньего жира и 100 миллилитрами уксуса. Полученной смесью смачивают марлю и накладывают компресс на ночь, а поверх надевают теплые шерстяные носки. Для улучшения состояния волос. Для приготовления маски для волос нужно смешать по 300 граммов свиного и бараньего жира и добавить ложку горчичного порошка. Полученную массу наносят по всей длине волос на час и накрывают голову теплым полотенцем. Применение народных средств показано в комбинации с назначенными врачом препаратами. Не стоит применять только народные методы, так как они в большей степени являются профилактикой и не заменяют терапию. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье-Сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение!